Сегодня в Житковицком районе открылся еще один мост. И хоть он не таки протяглый, как Туровский, рух, по которому отновился 6 листопада, значение для местного населения мая не меньше. На урочистой церемонии побывал Олег Синсеров. Отвездки Новая Ленина до агрогородка Ленин около 2 километров. Олег, чтобы передолить такую отлеглость необходимо было затратить, когда годины территории Ленинского госельского совета поделены на две частки ракой службы. Причем все объекты социальной сферы находятся на центральной садибе. Урачи Ленинской участковой больницы кажут, что когда население за речной зоной необходимо было оказать терминовую допомогу, прорцевать приходилось практически в экстремальных умовах. Тем больше, что большинство пациентов – пенсийного взрослого. Если по прямой ехать, это километры, в единицах исчисляемые. Если по кругу, это сразу увеличивается в несколько раз. И не только в километражном варианте, но и во временном. Любая медицинская помощь, она неотложной считается, особенно когда экстренное состояние и часто возникающее у людей пожилого возраста. Коньки мостов урозные часы звучали береги раки, докладно не ведая уже никто. А почни местовый яспромгаз побудовал в 1974-м для перевозки дравнины. Потом его периодично ремонтовали, а Леониде два года тому стало зрозумело. Необходно новое сбудование. Надо помогу в ясковцам пришли военные. Рештки старого моста полностью разобрали и узвели новую конструкцию. Новый 54-метровый мост прослужб побудовали за три тыдни. До реализации проекта притягнули военнослужащих 188-й гвардейской инженерной бригады инженерных войск Министерства обороны Республики Беларусь. Ранейка трапит на Другий берег. Необходно было ехать у объезда, маль 30 километров. Еще до официального открытия моста в Разъяго переезжает техника местового сельского распредприемства. На Другим береге находится ферма, а ехать у объезда долго. Для же Хорово-Ленинского и размещенного на Другим береге Раке Мелевицкого сельского совета новый мост. Объект житей необходный. Теперь и на праздство можно торопить без проблем. И пенсию с почтой с вычасово доставить. Что-то лица моста подавников, то и они своей работой могут гонориться. Строительство этих мостов ведется уже не первый год. Хочу отметить, что только за два последних года инженерными частями подразделений было построено 14 таких мостов в различных регионах Беларуси. Эксплуатация их проходит без всяких проблем. Мосты строятся и были рассчитаны еще под наши мостостроительные средства, под грузы от 40 тонн. Традиционное переразание червоной стушки и церемония освещения нового моста. Два береги Раке Случ снова объединены. Первый на дровленный мост выезжает военная техника, якая выкорастовывалась при его реконструкции. 22-тонную машину конструкция вытремлива без проблем. По словам войсковцев, термин эксплуатации будет залежить от климатичных умов и тревалости дровнины. Неде проспять годов необходимо будет заменить элементы, которые придут в непридатность. После чего мост еще послужить. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио-компания «Гомель», Житковский район.